13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Азис Агаев. Азис Агайович, добрый день. Ну, как не пришлось бы мне гадать и угадывать, на сайте был задан вам вопрос, и он не мог, видимо, быть не задан. Все это активно обсуждают уже в течение нескольких дней. Валерий вам пишет. Власти Чечни выступают за легализацию многоженства. Это что, веяние нового времени или мы погружаемся в Средневековье? Я могу пояснить, если кто не слушал сегодня нашу радиостанцию, заявил о том, что надо было легализовать многоженство, потому что я тоже готовила такой вопрос, Магомед Даудов в интервью порталу газета.ру. Он сказал, что не видит ничего плохого, если мужчина может содержать вторую жену, и хорошо бы это как-то урегулировать, то есть ввести в законное, в законодательное поле какое-то. Так вот, Валерий-то все-таки спрашивает. Это веяние нового времени или погружаемся мы в Средневековье? Ну, или типа не оставляют мне там вариантов, я должен соглашаться там либо с тем, либо с другим. Вы свое особое мнение, пожалуйста. Да, но я не хочу как бы ни с тем, ни с другим соглашаться, потому что это не Средневековье, и мы должны иметь в виду, что это все-таки мусульманская страна, что по... Чечня. Да. Страна. Извините, значит, территория. Хорошая, как дворка такая, территория. Территория, значит, в составе Российской Федерации, субъект Российской Федерации. Спасибо, что вы меня поправили. Ну, потому что у многих складывается впечатление, что это страна, и об этом говорят, отдельное стоящее. Да, но тем не менее мы должны понимать, что большинство людей, которые живут на территории Чечни, это мусульмане. Соответственно, они не только руководствуются законами своей жизни, но и обычаями, традициями и законами, установленными в священной книге Коран. Я не хочу сказать, что... Ну, я тоже мусульманин, если вы меня спросите, хочу ли я. Еще парочку жен. Еще парочку жен, я скажу нет. Потому что я очень-очень счастлив, и я понимаю, что на самом деле в жизни Бог дает одного человека одному человеку. Но, тем не менее, мы должны иметь в виду, что, соответственно, Коран появился в определенной исторической, так сказать, эпохе, да, когда были войны, когда там мужчины, значит, убивались на войнах и так далее, и так далее. И женщины оставались без мужчин, и в той или иной ситуации этих женщин с детьми нужно было поддерживать. Как правило, на этих женщинах женились ближайшие родственники, значит, этого мужчины, который был мужем. И даже если у него уже была жена, ну, это своеобразное обязательство взять на содержание еще одну семью, которая потеряла своего кормителя. У нас-то, слава Богу, сейчас не те времена, а ведь Ази Савельевич. Я и не говорю, что это те времена, но ситуация сейчас какая, ну, это исторические корни появления, значит, разрешений на то, чтобы иметь там четыре жены. Конечно, с одной стороны, многие пользуются просто чисто формально этой, да, но я должен вам сказать, что до сих пор есть ситуации, когда люди вынуждены вот в такой ситуации, пусть не законно, но, скажем, не на основании закона, но содержать там какие-то семьи, там, чьих-то детей дополнительно. Почему же так говорить? Это не только среди мусульман практика существует. Вполне себе, не мусульмане иногда делают то же самое, содержат первую жену, вторую жену, официальную, бывшую или нынешнюю, какую угодно. Да, да, и причем продолжают встречаться, значит, на вашей территории, на нашей территории. Но у нас лицетские государства, нет? Видите, мы с одной стороны привязываемся к неким формальностям, а с другой стороны пытаемся содержательно обсуждать. Вот давайте или содержательно обсуждать, или формально. Потому что если у нас светское государство, то я вот, например, внутренне не приемлю ситуацию, когда у меня у кого-то из мужчин есть жена, значит, а он одновременно еще пару любовниц содержит. Вот это что, многоженство или это обычаи светского государства? То есть есть масса вещей, которые ввергают нас уже даже не в средневековье, а в какой-то первобытный общинный строй. То есть кого увидел, юбка шевелится, значит, я там кинулся куда-то. Я извиняюсь, надеюсь, что я не нарушаю никаких пока остановленных законам норм. Это не запрещено. Да, поэтому в этой ситуации хочу сказать, что я, честно говоря, небольшой специалист по чеченским обычаям. Я, ну, и не бывал в Чечне. Но, тем не менее, не вижу в этой ситуации какой-то особой большой трагедии, потому что, как человек из-за Кавказа, я понимаю, что у девушки есть родственники по мужской части. Эти родственники, если это, они действительно соблюдают какие-то кавказские обычаи, то они должны были, вот многие пишут, что это насилие над ней и так далее. Это мы сейчас говорим о свадьбе, которая произошла в Чечне. О свадьбе, да, да, да. Между Гучеговым и Гайлайбиевым. Потому что вопрос многоженства-то оттуда возник. Оттуда пошло обсуждение активное. Кстати, так мало времени это заняло, да? Раз-раз и официальная власть уже заявляет, что... Это же не первое... Что вы тут рассказываете про наших силовиков? Давайте просто легализуем это и всё. Да, и это, смотрите, не первый случай, когда ведь вопрос многоженства поднимался. Мы знаем известного любителя развеселить как бы публику, политика Жириновского, который говорил там... Он всегда выступал за легализацию многоженства. Да, за легализацию многоженства. Поэтому я не знаю. То есть там есть масса вопросов, связанные там с плюсами, минусами разрешения. Как вы себе это представляете? Значит, в отдельно взятой территории мы разрешаем многоженство или на территории всего? Я это не представляю пока как. Это вопрос как бы технико-технологический. И как нас... Хорошо, давайте тогда обсудим ещё другую сторону, потому что свадьбу нами уже упомянутую осветили, кто так и не светил, все возможные каналы, в том числе и международные, и Враньюс, в частности, транслировала эту свадьбу. То есть всем стало очень интересно, все стали активно обсуждать. И вот в свете того, насколько это сейчас широко и бурно обсуждается, если в России на самом деле на самых высоких уровнях будет ставиться вопрос о легализации многоженства, ну и как это будет воспринято... И что? Подождите, есть государства, где уже легализовано многоженство? Например? Ну, пожалуйста, там... Арабские Эмираты. Вот мы на кого равняемся? На Арабские Эмираты? А что? А в чём? Вот вы так говорите, равняемся. Я бы хотел, чтобы мы равнялись на Арабские Эмираты. Почему? Потому что там, если ты гражданин, то ты имеешь долю нефтяных доходов. Если ты обучаешься... А у нас много чего общего, правда? Нефть и многоженство. Конечно. А если ты обучаешься, где-то государство поддерживает тебя. Если ты женился второй раз на женщине, которая осталась без мужа, без попечения и так далее, тебе государство ещё и доплачивает за это, стимулирует этот процесс. А может, нам кажется, где мы близки с Европой, которая не мыслит отношения молодых людей без того, чтобы на третьем свидании максимум ложиться в постель, или, значит, там... Молодых людей, мужчины и женщины. Мужчины и женщины, да. Но я от этих тем других пока абстрагируюсь и так далее. То есть, пожалуйста, если мы хотим на это равняться, ведь вопрос... А надо ли вообще эту дискуссию поднимать? А вот и не надо. То есть мы должны видеть самое лучшее и выбирать самое лучшее. Я не говорю, что многоженство – это самое лучшее. Но любое явление имеет свои плюсы и минусы. Давайте рассмотрим эти плюсы и минусы. Давайте не будем шум поднимать и ставить там образ России или Чечни там в каком-то там виде, потому что там 46-летний как вот смакуют. 46-летний мужчина. А что он? Не мужчина, не в расцвете сил. Женился на 17-летней девушке. А что она? Что? Она не женщина? Она уже не созрела для того, чтобы... Вот чего тут смаковать-то? Масса людей, которые вот в таких пределах возрастных женятся друг на друге. Не надо это смаковать. Надо как явление обсуждать. То есть обсуждать как явление то, к чему мы пришли. Вот многоженство. Потому что то, что мы смакуем, это вообще к теме не относится. Я поэтому с многоженством нечего. Но вы себе представляете, наверное, что если будет принято решение о том, что многоженство нужно легализовать в России, то хорошо, люди, которые знают Коран, люди, которые в этой религии, они будут соблюдая каноны, например, жениться много раз. А все остальные, которые, извиняюсь, Коран не соблюдают и Библии-то в глаза не видели. Они на основании закона. Они на основании закона что творить будут? Я вообще не знаю. Я просто не хочу вам, я ведь, смотрите, третий раз говорю, я не за то, чтобы было многоженство, и я не за то, чтобы принять, потому что это только безответственные политики могут сразу говорить, а давайте мы вот это. Как и у нас в городе, например, а давайте ограничим залы, давайте увеличиваем сумму ЕНВД, а давайте мы еще чего-то там. И все без серьезного исследования и обсуждения. Понимаете, вот меня лично, значит, беспокоит вот именно такой подход, что у нас в стране вот кто-то чего-то где-то влиятельное, чего-то там сказал, и все, и пошло. А вот если мы с этим не справимся, не справляемся там с каким-то явлением, давайте мы типа в струю по ветру. А может такое случиться вдруг, что Владимир Владимирович Путин, который известно в каких отношениях находится с Рамзаном Кадыровым, как он о нем говорит, какого мнения, поддерживает его, начиная. Он может в какой-то момент сказать, да, давайте обсуждать вопрос многоженства в нашей стране. Окей, давайте обсуждать, давайте исследуем вот то, о чем Вы говорите, а как быть христианом, а как быть, значит, тем, кто ни во что не верит. Ведь есть масса вопросов, и только тогда мы после того, как все обсудим плюсы, минусы, препятствия, или там, что соответствует, или обеспечивает там те или иные подходы, только после этого мы найдем правильное решение. Есть сегодня сходу сказать, что такое правильное решение? Если Вы спросите для меня лично, мне это не нужно. Ну, я думаю, что, вероятно, эта тема еще будет подниматься, потому что ведь еще и Русская Православная Церковь по этому поводу активно, кроме Всеволода Чаплина, не высказывалась. Там, видимо, будет свое отношение к подобным предложениям. Надеюсь. Ну, пускай, после заявления мы уже... Надеюсь, каждый выразит свое отношение более-менее влиятельные силы в нашем обществе, они должны, причем не так, что какой-то глава без обсуждения, а консолидированные какие-то должны, мнения по всем серьезным явлениям в обществе. Вот сегодня одна за другой новость, касающаяся Института брака, материнства и детства, сыплются. Например, вышел сегодня материал, который говорит о том, что депутаты Елена Мизулина и Сергей Попов подготовили законопроект об ограничении абортов и сегодня же вносят его в Государственную Думу. Они считают, что государство слишком много тратит денег на аборты. Они хотят вывести этот вид медицинской помощи из системы обязательного медицинского страхования и запретить, например, использование так называемых таблеток Бэби Капут, которые предназначены для искусственного прерывания беременности. Это когда на ранних сроках без хирургического... В медицинском продаже Бэби Капут. ...вообще запретить продажу, розничную продажу. Розничную. А продажи из-под пола, по интернету? И это вносится сейчас в Госдуму, и на фоне того, что сейчас происходит в обсуждении вопроса по бэби-боксам, например, мы знаем, как высказывается Павел Астахов, да, очень активно и всего прочего, и вы знаете, как действует Госдума, вполне себе возможно, что из этого законопроекта что-то примут. Но сам он в комплексе. Вы рассмотрели? Ну, это только три момента, три момента, которые я ответила. Там даже хотят ввести административную ответственность в виде штрафов, если будет нарушаться государственными клиниками это законодательство, и кто-то пойдет помимо медицинских показаний на аборт и все прочее. Там очень серьезный, комплексный подход. А к чему это может привести? Как вы к этому относитесь? С того ли конца Мизулина начала? Ну, перво-наперво, я считаю, что слишком много депутатов, слишком много они тратят наших денег на всякую ерунду. И не считаю ни работу Мизулины, ни работу кировских депутатов сегодня плодотворной и полезной для страны. И эту инициативу я тоже не считаю сегодня плодотворной и полезной. Объясню свою позицию, почему. Почему? Дело в том, что нужно проводить всегда, когда мы вносим изменения в систему, нужно проводить системный исторический анализ. То есть у нас запреты же были. Мы знаем, каким последствиями они приводили. Подпольные аборты. Да. Мы знаем, сколько... Ну, я не знаю, например, но, наверное, есть статистика, сколько женщин умирало после подпольных абортов. Поэтому странно слышать из уст женщины такие предложения. Может, не знаю, может, у нее в жизни все хорошо, а может быть, наоборот. Не знаю. Тут оценивать как бы сложно. И я считаю, что такое предложение, оно выработалось в результате непродуманного и неисследованного вопроса. Вот то, о чем мы начали. То есть пока вопрос явления в обществе не исследовано, системно не проанализировано, с учетом прошлых уже проявлений этого явления, то правильного решения мы принять не можем. А раз наши депутаты не способны проводить такой анализ, ну, зачем они нужны вообще? То есть мы тратим огромные деньги, а эти люди нам предъявляют какие-то непонятные меры, в котором никто не убежден, что это правильно. Ну, как вы считаете, вот в мотивационной записке к проекту Мизулина и Попов отмечают, что порядка 5 миллиардов рублей в год государство тратит на проведение абортов. Цитирую. Оплачивать аборт в современных экономических условиях – это неоправданная роскошь. Эти деньги они предлагают направить на материальную помощь беременным женщинам. Примерно такую же сумму, если не большую, государство тратит на содержание Государственной Думы. Я предлагаю сначала Государственную Думу ликвидировать, не платить им, пусть на общественных началах депутаты работают. И потом вернуться к вопросам аборта. Все, обсуждать нечего здесь. Да, и я считаю, здесь вот один вопрос, который нужно обсуждать. Есть явления, которые не укладываются технико-технологические подходы, там, или юридико-технические подходы, или, там, чисто медицинские подходы, там. А аборты – это идеологическое явление в том числе. Что значит идеологическое явление? А как, в том смысле, что как родители этого нерожденного ребенка относятся к этой ситуации? Вот над этим работать, безумно бы подумала, но это сложно, видимо, для ее интеллекта. Понимаете? Поэтому она вот берет вот такие, как бы, простые, вроде как видимые. А давайте сократим. А давайте сократим. А уже сколько нас сокращали в здравоохранении. То есть ситуация не очень хорошая. Последняя ситуация. Почему я об этом говорю? Последняя ситуация. У меня вот есть сотрудница, которая вернулась там со сложной операции, значит, и попросила, так сказать, дать ей больничный. Хотя бы еще на неделю. На что ей врач сказал, что вам, вы же не кирпичи таскаете, вы в офисе сидите. Мало, ну и что, что вам больно. Понимаете? Вы можете на работе же сидеть. Понимаете? То есть вот об этих вещах Мизулина как бы не думает. А всякую ерунду предлагать, в том числе, так сказать, вот такие вот подходы. Понятно, почему я про идеологическую подоплеку говорю? То есть мы должны нравственным воспитанием людей заняться, чтобы они самостоятельно могли отдавать себе отчет, что они делают в той или иной ситуации. То есть таким законопроектом фактически названные депутаты расписываются в бессилии государства проводить правильную какую-то политику. Да, с женщинами, мужчинами, семейную политику. Да, семейную, по детству и материнству, да. Сейчас мы развернемся на другую тему. Напоминаю, что особое мнение сегодня высказывает Азиз Аличагаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-Имформ». Совсем другая тема. Уходим от семьи, из семейных отношений и говорим про ОСАГО. Недовольные, все еще недовольные страховщики тем повышением, которые произошли в тарифах, которые по ОСАГО были приняты. Не покрывают их расходы эти повышения, не обеспечивают рентабельность их бизнеса. Это я, этот материал я смотрю на сайте бизнес-новости bnkirov.ru. Это бизнес-новости в Кирове, дорогой, но убыточный. Говорят об ОСАГО. И знаете, что хочу... Не знаю, может быть, вы слышали такие истории. Они постоянно появляются в интернете и приносят мои коллеги, которые говорят, что приходят люди за страховками, особенно кто первый раз, с новой машиной, и платят какие-то безумные деньги, потому что покупают это, 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 и они еще даже не знают, что им это не нужно платить. Вот это что касается навязанных услуг. То есть в целом ситуация какая? Страховщики жалуются на то, что процент, который был применен, он не решает проблемы, они терпят убытки и требуют повышения этого процента, или вообще ликвидации и какое-то изменение в ОСАГО. А люди продолжают жаловаться на то, что не хватает полисов, и им по-прежнему навязывают дополнительные услуги за бешеные деньги. Как эту ситуацию можно решить? И когда вообще это произойдет? Здесь несколько моментов. Я, честно говоря, не специалист по страхованию, но свое мнение выскажу, как человек, который страхует свои автомобили, значит, и имущество, так сказать, да. Я хочу сказать, что никто не привел статистику. На сегодняшний день та статистика, которую я видел, она говорит о том, что прибыль есть от страхования, от ОСАГО у страховщиков. Значит, те, кто не могут рентабельно работать, ну вот здесь пусть закон рынка работает, пусть они уходят с этого рынка, пусть остаются те, кто умеет рентабельно работать. Это один момент. Второй момент заключается в том, что навязывать дополнительные услуги ни в коем случае нельзя. Но это происходит. Ну, ни в коем случае нельзя. Значит, нужно выработать такую государственную политику, чтобы наказание было быстрое и необратимое. За навязывание услуг. За навязывание услуг. То есть, если мне навязали услуги, например, на две тысячи, то я имею право обратиться в суд и через неделю получить страховщика 20. То есть, вот такие законы должны быть, чтобы страховщик не смел там дополнительные услуги навязывать мне, для того, чтобы я основной полис, когда основной полис покупаю. Но вы же знаете, как это происходит. Большое количество людей приходит, и они даже не понимают, насколько навязана вот эта услуга является навязанной. Ну, законом это все предусмотрено. Обман, запугивание, введение в заблуждение. Все это основания для признания таких сделок недействительными. То есть, я думаю, что, в принципе, люди могут такими вещами заниматься. И должны быть методы, чтобы страховщики этим не занимались. То есть, антимонопольная служба должна, зная, что проблема существует, зная, что продолжается, может быть, пусть специальные посты пусть вводят там, пусть, может быть, специальные приемы там организовывают. Вы же знаете, что у нас заявительная система. Практически у всех ведомств и органов. Хорошо. Значит, пусть тогда Союз автомобилистов этим занимается, а не просто там, когда нужно на политические темы или отдельного депутата поддержать. Значит, выступает, и марш организовывается политически. А вот такой вопрос, более общий, наверное, и более широкий, и, может быть, тот, который решается на более высоком уровне. Мы знаем, что страховые компании говорят об ОСАГО уже много-много лет. Они говорят, что она убыточна чуть ли не в самом моменте своего создания. Говорят об этом. Им мало просто. Понимаете, как мне сказал один итальянец, у вас в России хотят сделать одну операцию и получить прибыль сразу на 20 лет. То есть пусть работают, кропотливо каждый день организовывают свой бизнес. Врут. Врут. Это особое мнение Азиса Агаева. Мы продолжаем три минуты до перерыва и поговорим за эти три минуты. Я думаю, как раз коротенькая такая тема. Хотя, кто его знает, вдруг это вас очень сильно цепляет. Хоккей смотрели? Хоккей смотрел. Полуфинальную игру, финальную игру. Полуфинальную не смотрел, потому что знал, что канадцам проиграют. И не хотелось как бы... Расстраиваться. То есть заранее знали, что проиграют. Ну, я тоже полуфинал пересмотрела. После того, как ночные крики уличные услышала, поняла, что все хорошо. Пересмотрела, тоже очень радовалась. Потом удивилась, как и многие. Во-первых, ситуация с нашими игроками, которые ушли с поля, не выслушав гимн своих соперников, коллег, друзей, не знаю, как назвать. И, во-вторых, реакция болельщиков, которые не приехали встречать нашу команду в аэропорт. Не один. Как вам это нравится? Не нравится ни в первом, ни в втором случае. Но хочу сказать, что что касается того, что наши ушли, не выслушав гимн, и не пожав руки своим соперникам, это вообще не мужское поведение. И нужно ли таких хоккеистов в следующий раз приглашать в сборную, это большой вопрос, потому что такие хоккеисты просто позорят страну. Я считаю, что если ты проиграл, это игра. Нужно по-мужски поздравить своих соперников, сказать, что да, сегодня вы сильные, но завтра мы вас сделаем. И готовиться, значит, к игре с своим соперником. Вот это было бы мужское поведение, значит, хоккейной сборной. Что касается болельщиков, я, так сказать, исхожу из такой теории, что зло быстро возвращается, значит, то, что проявили неуважение к отношению сборной Канады, игроков сборной Канады и, в том числе, гимну этой страны, несмотря ни на что, да, это вернулось нашим хоккеистам. К ним проявили неуважение болельщики. А как вы считаете, болельщики не пришли, потому что наша сборная проиграла канадцам, или потому что они вот такое решение приняли, уйти из поля? Я думаю, что это тоже повлияло. Но то, что проиграли, у нас есть определенная категория болельщиков, которые там, как только проиграет, там, ну, я тоже не всегда доволен, честно говоря, когда проигрывают, когда вижу явно там, чего не доделано, да, заранее. Вот, но есть такая категория болельщиков, которые, ну, вот, раз проиграли, значит, я не буду вас встречать. Хотя второе место это тоже неплохо. Но игра с американцами была прекрасной. Игла с американцами была очень хорошей. Есть ведь за что благодарить? За шоу. В конце концов, хоккей, как любой спорт сейчас, который на таком уровне, это шоу. Почему не смогли отработать, Азиз Алиевич? Мы хотим, чтобы наша сборная, она все время занимала первое место. Вот, вы знаете, это как вот, не хочу вспоминать о те времена, но 20 век и многие страны, и до сих пор, кстати, есть такие страны, которые там применяют жесткие меры, вплоть до расстрелов, если ты не выполнил задание партии той или иной. Не выиграл все уже, там, лишен всего. Человек не может выигрывать все подряд. Не может выигрывать все. Поэтому, если вернуться в 21 век, я считаю, что не всегда мотивированные играют хоккеисты, не всегда правильно подбирают составы. Есть масса вопросов. Сейчас вспомнила фильм про сына Сталина, так он назывался, там Берия и Василий Сталин, они спорят за своей футбольной командой. И Берия говорил, что я прекрасно держу своих футболистов в черном теле, их лучше мотивирует, а то, что я их после проигрыша лишу не только квартиры, а вообще всего, в том числе и свободы. Это прекрасный мотиватор. Я не знаю, что должно мотивировать наших хоккеистов, но у меня еще один вопрос, и мы сразу уйдем на рекламу. Еще раз возвращаюсь к тому, что вот такой большой спорт, это сейчас шоу. Наших хоккеистов, что не учат там каким-то азам шоу? Вот вы до эфира мне сказали, что они что, не могли выдержать с гордо поднятой головой, поблагодарить своих соперников, а потом обратиться к болельщикам? Совершенно верно. Поблагодарить тех, кто пришел в Праге на стадион для того, чтобы посмотреть игру. Вот этого ведь тоже не было. Я, кстати, не видела реакции болельщиков. Они их там ведь не закидывали помидоры? Нет, не закидывали. Они, может быть, поддержать хотели? Более того, кричали «Молодцы!» Класс. Ну тогда, я думаю, что болельщики имели полное право прийти в заварах. Имели полное право получить благодарность от хоккеистов. Получить благодарность, и если не получили, то не приехать в аэропорт. Сейчас мы прорвемся на короткую рекламу. Напоминаю, что вы слушаете «Особое мнение» Азиза Агаева. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение». Коммерческий банк «Хлынов». Особое мнение на 101FM Нет, давайте про другие вопросы, сказал Азиз Агаев. Когда я попросила его продолжить тему по хоккею, поскольку, как обычно, очень много интересной информации. Мы уже перебросились на наш регион, наши хоккейные команды обсуждают, в частности, детские. Но поскольку вы мне уже выдали несколько пунктов, я их припасу для себя, и в следующий раз тему разовьем обязательно. Как воспитываются наши молодые люди, наши маленькие хоккеисты, и почему возникают такие ситуации, когда звезды самого высокого ранга так поступают на льду, как поступила наша сборная в финале чемпионата мира в Праге. Давайте перейдем к другим темам. Мы поговорим с вами об итогах празднования Дня Победы в городе Кирове и о планах июньских. Они уже не за горами исполнения этих планов. Действительно, интересные вещи намечаются. Но прежде всего, Дни Победы. Мы с вами, по-моему, как раз накануне встречались. Я вас спрашивала, что для вас этот праздник. Вы говорили, что это один из самых важных дней для вас. Насколько вы остались довольны теми мероприятиями, которые прошли в городе Кирове? Ну, я в целом доволен, потому что это мероприятие. Я, честно говоря, не сильно ожидал чего-то там от органов власти, хотя они тоже постарались, чтобы это был такой монументальный праздник. А больше, значит, хотелось, чтобы что-то делали люди. И в связи с этим я могу сказать, что Диаспора делала Азербайджанская. То есть встреча с ветеранами была организована, выдача им подарков, выступления, концерты для ветеранов организовывались специально. И во всем этом роль Эльнура Гусейнова была очень весомой, потому что непосредственно организовывал все эти мероприятия он. Как глава Диаспоры. Как, ну, у нас сегодня формально главой является Рамис Афендиев, Эльнур руководитель фонда Азербайджан, значит, который вот организовывает. Ну, я думаю, что он скоро вырастет в главу Диаспоры. Поэтому для этого у него есть все, собственно говоря, предпосылки. Теперь, что касается самого непосредственно праздника, было организовано, знаете, шествие, была отдельная группа организована, значит, азербайджанцев. И к этой группе, как многие заметили... Присоединились и вы. А кто еще не заметил, можете зайти в раздел блоги на сайте хакера.ру и увидеть зажигательный танец из-за лича. Но там, по-моему, дети первые пошли. Да, там дети очень великолепно танцуют. Дети. Но я хотел сказать, что присоединились, значит, узбекская диаспора, таджикская диаспора, еврейская диаспора, удмуртская, марийская и, по-моему, татарская. То есть вот в таком составе интернациональном, значит, вот эта вот небольшая колонна, значит, наша как бы шла. И в это время, вы знаете, что, наверное, была самая веселая колонна, потому что были музыканты, которые играли. Ну, уже там за 2-3 квартала до Вечного огня мы перестали как бы играть, потому что, ну, как бы... Понятно. Да. Порадовались. Теперь нужно, значит, вспомнить о потерях. У каждого из нас есть потери, были, и мы считали эти потери, и считаем эти потери ненапрасными. Вот. Я уже много раз говорил, что и мой отец участником войны был, вот, царство ему небесное, и что у меня двое дядей, значит, ушли на войну и не вернулись. Вот. Ну, в общем, такой как бы это достаточно грустный. Ну, вот, поспоминали, поблагодарили. Вот. Потанцевали, порадовались, покричали. То есть, ну, такой праздник, понимаете, вот... Так реагировали люди, которые стояли вне колонны. Люди... Они подходили, к нам присоединялось очень много людей. Просто потом, как бы, не обязательно из диаспоры, а вместе с нами, как бы, присоединялись, ходили, фотографировали, махали рукой, мы кричали друг другу с Днём Победы. Ну, всё было очень хорошо. Здорово, когда рядом с российским флагом веют, значит, флаги других стран, которые вместе добивались вот победы в Великой Отечественной войне. Так что... Ну, надо сказать, что, по крайней мере, как мне кажется, активность диаспор стала заметно более яркой. Да, в прошлом году прошёл фестиваль с праздником Плова. Помните, мы его тоже анонсировали. Его со всех сторон, правда, потом и с критической точки зрения тоже разобрали. В этом году фестиваль «Мести Вятка» тоже планируется, по-моему, на 13 июня, если я не ошибаюсь. Причём готовить его стали прям буквально с момента завершения прошлого фестиваля. Почему? И критику, в общем, с удовольствием воспринимали и выслушали, чтобы в этом году всё было по-другому, мало того... Это, видите, какой подход, правильный подход. Критику всегда нужно воспринимать, при любом случае, даже если она неконструктивная. А для меня это было радостно, правда, потому что я не видела никакого напряжения у организаторов, когда они нас здесь спрашивали тоже, какой отклик и так далее. 13 июня будет фестиваль «Мести Вятка». Он будет гораздо шире, и там больше будет мероприятий, и, по-моему, там тоже будет шествие в национальных костюмах. Да, так планируется. Приедет один из ключевых сотрудников Азербайджанского посольства, можно сказать, что один из самых авторитетных. Кто? Тут все Османов, зампосла, планируется, по крайней мере, заявлено, если ничего не произойдёт. Вот приедут артисты, значит, из Москвы, и будет ансамбль выступать. Конечно, будет снова детский музыкальный как бы праздник. Фестиваль плова будет, вот, и я думаю, что... И всё это будет теперь уже в Кирове, а не в Нововятске. В Кирове. В Кирове, и теперь этот фестиваль плова планируется, что будет плов не только азербайджанский, но и узбекский, и таджикский, и все, кто захотят свои татарские пловы продемонстрировать. Это будет очень интересно, потому что вы, наверное, тоже знаете, что пловы отличаются коренным образом. В прошлом году мне не удалось попробовать плов. Вот, ну, так значит, надо приходить вовремя. Я пришла вовремя и своё высказала по этому поводу мнение. В этом году всё будет по-другому, на самом деле. Я знаю, что очень много чего изменено, но сейчас, наверное, скорее всего, не рецептуру будем обсуждать пловов, а то, с какой серьёзностью сейчас диаспора, и прежде всего азербайджанская, как локомотив, насколько я понимаю, относится к своему присутствию в городском пространстве. В пространстве вообще в жизни города, в его мероприятиях, в том числе и в эфирах, и в СМИ, появляться стало больше информации, и заходят именно вот с такими событийными мероприятиями, которые рассказывают о традициях. Почему сейчас этим так активно занимаются? Вы согласны с тем, что это явно, эта активность действительно стала больше? Ну, заметьте, что она стала больше с появлением в общественной поляне, значит, Эльнура. Ага, это человек, понятно. То есть организатор, взявшего на себя вот такую функцию. То есть, ну, его роль тут как бы переоценить сложно. Поэтому, конечно, сейчас выросли ещё другие люди, готовые подсоединиться, и потом, в случае чего, и подхватить все эти инициативы, но, тем не менее, нужно отметить. Вот. А почему он это делает? Точно так же можно его спросить, почему он стал членом общественной палаты, почему он создал фонд Азербайджан. То есть это всё к одному. Ну, мы граждане России, мы жители города Кирова, и мы друг от друга отличаемся. И мы хотим презентовать хорошие стороны, которые у нас есть, своим соседям, своим друзьям, жителям города. Сказать, и пусть у нас побольше будет праздников. Вот это... Мы для города организовываем этот праздник. Праздники, это вообще вещи... Я люблю праздники. Какие бы они ни были, их надо организовывать, потому что люди всегда на праздниках улыбаются. И лучше, если бы эти праздники как-то, ну, инициатива, их организация от людей же и исходила. Они не выполняли формальную какую-то роль. Но, тем не менее, хочу сказать, что анонсированный три года назад год культуры Азербайджана там в Кировской области, так и тут без властей никак не обойтись. И очень хочется, что... То есть так и не состоялся? Так и не состоялся. А это... Мы могли бы узнать очень много об азербайджанской культуре. А почему не состоялся? Истории. Ну, видимо, те минимальные деньги, которые планировалось там в областном бюджете, там то ли миллион планировался, то ли там два миллиона, видимо, не нашлись, как бы, вот, не выделены. Но ведь это двустороннее движение. С одной стороны, Азербайджан должен был поучаствовать, с другой стороны, область. Или диаспора, например. Да. Диаспора заявилась и даже подписалась под софинансирование. Азербайджан, естественно, тоже, как бы, да, в лице там представителей посла осталось. Вот почему область не хочет, как бы, организовать или не имеет возможности, ну, не знаю. Может быть, вот, у Веснина спросите. Бориса Геннадьевича Веснина, заместителя председателя правительства Кировской области. Я думаю, что это был бы очень хороший подарок нам, всем кировчанам. В это время. В это время, да. И Азиз Алиич Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ», это его особое мнение, вы сегодня слушали. Ну, я думаю, что в следующий раз мы с вами встретимся уже после того, как этот праздник пройдет. Вот, и можно будет о нем рассказать, и было бы здорово, если бы ваши коллеги по другим диаспорам так же активно бы высказывались на самом деле. Потому что у меня есть ощущение, что как-то у нас пока что вот одна ярко светится. Ну, не вопрос. Я могу организовать. Вы только скажите, что это за передача будет, и мы организуемся, и все вам все расскажут. Потому что то, что я видел вот на шествии, как узбеки и таджики там, естественно, со своими героями, там, с родственниками и в своих одеждах. И очень порадовало, что евреи и мурты тут как бы вот у нас... Есть ощущение, что... У нас тоже такая была идея, мы в редакции обсуждали. А есть ощущение, что необходимо в СМИ, ну, например, и на радиостанциях, и на телевизионных каналах делать какие-то программы, где люди общаются, рассказывают про традиции. Возвращаясь к самому первому нашему вопросу. Есть. Я единственное хочу сказать, что не нужно тут пропагандировать как бы термин толерантность, потому что в нашем шествии была не толерантность, а уважение друг к другу. Мы с большим уважением и радостью друг к другу относились вот на этом шествии. Не толерантно. То есть мы нетерпимо друг к другу относились, а совершенно... И пели одни и те же песни, и танцевали там, и... То есть... Это было великолепно. Спасибо большое. Азия Сагаев, его «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. До встречи. До свидания. Особое мнение на 101FM